Национальное одеяние различных народов мира пестрели в конференц-зале Российско-Армянского университета. Открытый урок на тему дипломатический протокол и этикет национальной особенности стран мира прошел 21 мая в РАУ. Студенты в своих докладах рассказали о традициях и особенностях менталитета таких стран, как Англия, Китай, Сингапур, Япония, Армения и арабские страны. При знакомстве с арабами, как и с представителями многих других культур, соблюдается определенный ритуал. Мужчина, независимо от возраста и положения, всегда представляется женщине первым. Внешний вид арабских женщин, как видно, то есть руки и ноги должны быть закрытыми, они не должны быть просто волосыми. У них есть обычаи, что нельзя дотрагиваться до женщины, одетой в арабскую одежду. Ну, люди думают, что по той же причине, что их свиньи не было. Но, однако, вы видите принцессу арабских эмираторов, в любом правиле есть свои исключения. Что нужно знать в переговорах с арабами, это то, что он будет сначала вас рассматривать и смотреть вам прямо в глаза. Если вы не будете смотреть ему в глаза, то он будет вам не доверять. Англичане предпочитают поговорить о спорте или о погоде. Сферы частной жизни и конфиденциальность крайне важны для англичан, поэтому следует избегать личных или интимных вопросов, а также чересчур пристального взгляда. Сингапур занимает первое место в списке стран с отсутствием конкурции, а также Сингапур является в списке самых маленьких 20 стран. В Сингапуре существует смертная казнь за торговлю наркотиками, за убийство, а также на другие преступления. Одной из визитных карточек Сингапура является гостиница Marina Bay Sands. Для дальнейшего и подробного представления дипломатического этикета и протокола я прошу подняться на сцену в свою подъемную. Нужно отлично осознавать, что не существует такой нации, как Сингапур. Есть граждане Сингапура, которые относятся к определенной этнической группе. Именно в дипломатическом и бизнес-этикете, прежде чем выходить на контакт с определенным человеком, с гражданином Сингапура, очень важно знать, кто он, в какой этнической группе он относится, чтобы не совершить ошибок. Авторитет отца определяет социальную значимость сына. Даже в экономическом плане независимость детей не популярна. Арабы верят, что изначально мужчина и женщина обладают совершенно разными качествами. Поэтому женщина может самореализовываться только в семье. Чем больше у нее сыновей, тем больше уважения к ней. Даже в больших городах работающая женщина – это большая редкость. Гербом Великобритании считается официальным гербом британского монарха. В настоящее время это Елизавета II. Сам герб изображен в виде щита, поддерживаемого с двух сторон лошадью и львом, символами мощи и власти. Власти и труда, точнее. Герб, щит разделен на четыре части. В них заключены гербы Англии, Шотландии и Ирландии. Внизу на щите надпись «Пусть устыдится тот, кто дурно об этом подумает». И в китайском языке насчитывается около 62 тысяч иероглифов. И любой образованный человек в Китае оперирует от 6 до 8 тысяч. А для дальше? Само название Китая на китайском звучит «чонку», что означает «срединное государство» или еще они на себя называют «поднебесная страна». Китайцы себя рассматривают в центре мира. Все своих соседей, ближних и дальних, они рассматривают как необразованных барбаров и претендуют на власть над ними. Отметим, что организатором мероприятия выступила помощник ректора по связям с общественностью Гуаргу Мощан. Напомните, чтобы показать...